Приветствую всех, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы показать бой на ИС-4, который сыграл лично я. То есть, я проходил марафон, решил затестить ИС-4, как его апнули. И, кстати, мне очень даже понравилось, я там поставил вот это вот оборудование на ХП. И считаю, что оно реально помогает ИС-4, ну не только тем, что ХП увеличивает, но еще и тем, что гусли становятся таким вот поглощателем урона. То есть, зачастую, если правильно встать, то можно очень даже хорошо этими гуслими на ИС-4 вытанковывать. Это не на каждом танке работает, но на ИС-4 это точно работает, потому что изначально у него гусли очень прочные. И вот с помощью этого можно реально неплохо выживать, особенно если вы там совершаете много ошибок или просто любите лезть и боковать на всех. Ну, как я часто делаю, собственно, в рандоме. Ну, собственно, также хотел бы порекомендовать вам набор Twitch Prime аккаунта за август, но данный набор будет активен только до 10 сентября. Так что, ну, осталось всего-то 4 дня, чтобы его получить. Вы получите такие танки, как Центрион МК-5, 1рак, Лансен-Ц, АМХ-1357, ИС-2М, 3 дня према и также 2D стиль. Многие думают, что это какой-то развод, типа все блогеры там или, ну, еще кто-то там рекламирует чисто развод. Нет, это официальное сотрудничество Wargaming и Twitch Amazon, если вернее. Так что, пользуйтесь данной ходовой, я думаю, она весьма даже вам пригодится. Итак, друзья, хочу порекомендовать вам также оставить комментарий, так как с помощью этого вы можете выиграть золото. Ну, а сегодня мы, собственно, поговорим о важной теме, а именно о том, что боновый магазин обновится уже в этом году. Откуда информация, собственно, опять-таки с европейского сервера, где один из игроков расшифровал файлы игры и смог найти там некоторые строчки в коде. То есть, это пришлось ему реально там, ну, миллионы строчек кода там перелопачивать, не знаю, откуда он столько времени взял. Но, собственно, вот он покопался и нашел, что обновление бонового магазина будет содержать в себе сразу несколько новых танков и часть из них, возможно, даже вы уже знаете. Один из таких танков это СТРВ-К. То есть, есть, конечно, вероятность ошибки, ну, может быть, там он что-то неправильно нашел, но все-таки, я думаю, что вряд ли, потому что, опять-таки, та же информация от этого же человека, собственно, ну, в прошлый раз по боновому магазину она совпала практически на 100%. Это именно про танки. Там и ИС-5, также, ну, те танки, которые в боновый магазин добавили. Ну и СТРВ-К. Зачем вообще добавлять в боновый магазин танки 9 уровня? Мне кажется, ответ очевидный, то есть, разработчики хотят распространить как можно больше разнообразных танков 9 уровня в рандоме. А самый простой способ это, ну, за бону их продавать. Почему? Ну, потому что я уже много раз об этом говорил, что премиум танки 9 и 10 уровня, это является, ну, планом баргейминга на 2021 год. Потому что покупать танки 8 уровня игроки, ну, как-то не очень-то и хотят. Сейчас на марафонах, на марафонах, как варгейминг, собственно, сосредоточился, то есть, они хорошо денег приносят. Почему я именно говорю про деньги? Ну, потому что варгейминг это коммерческая компания. Опять-таки, это мое все мнение, то есть, можете, ну, как бы, иметь какое-то другое мнение, отвечающееся от моего. Но я лично считаю, что в ВГ, в первую очередь, ну, как бы, пытаются заработать как можно больше денег. Соответственно, для этого подходят всякие разные способы. Ну, и, конечно, танки 9 уровня премиумные, что тут говорить, это просто золотая жила, то есть, как только их введут, особенно всякие задроты, донатеры, они просто побегут все это дело покупать. Ну, а вы можете бесплатно получить золото. Вам всего лишь нужно в комментарии указать свой игровой ник. Отличная возможность, я считаю, так что ей нужно воспользоваться, и при этом как можно быстрее. Так что, ребята, пользуемся таким вот способом. Кроме того, выигрывайте золото на сайте ВотКит. Тут у нас референдная программа, которая бесплатно приносит голду, и также розыгрыш голды бесплатный, 5000 золота. Ну, или можно попытаться получить премиум технику 8, ну, или чуть ниже уровнем. Используя мой промокод, вы получите хороший бонус. Итак, следующая информация, которую сообщает этот блогер, это то, что, собственно, есть такой танк, как кару комбатименту 45 тонн. Якобы разработчики готовят его за глобальную карту. Вернее, за ивент, который состоится в конце этого года. Собственно, прям под самый конец. И, собственно, как это связано с боновым магазином. Но дело в том, что там очень сложно определить именно в коде игры, будет ли этот танк именно в боновом магазине, или он будет, собственно, в боновом магазине, именно, который, вот, ну, сами понимаете, в кланах. То есть там что же в боновом магазине есть? Ну, то есть тут два боновых магазина. Я считаю, что вряд ли такой танк будут вводить именно всем подряд. То есть тут, скорее всего, разработчики готовят данный танк именно под ивент. Но есть, конечно, и шанс, что для всех, но очень он небольшой, я думаю, вы сами понимаете. Есть и новые премиум танки, типа Объект 274А, или там ПТшка вот новая. Но по этим танкам, в общем-то, он пишет, что там вообще нету такого, что эти танки упоминаются. И эти танки пока что на данный момент, вероятнее всего, будут в таком вот виде, как в коробках там, то есть их в коробки добавят новогодние, или в какие-то дропы. То есть вот такая вот информация. Может быть, с тича как-то можно будет их получать, просматривая стримы. В общем, таким образом, можно будет только их получить. То есть за боны, они не готовятся, данные танки. Но это тоже, эти танки надо все-таки определить, куда они пойдут. Вот танк Т-77, а также танк Т-49, имеет разные, в общем-то, параметры. И один из танков, вот Т-77, который очень часто разработчики изменяют, его готовят, вполне вероятно, для бонового магазина, по крайней мере, там сказано, что данный танк, в общем-то, будет стоить около там 8 тысяч бонн, короче. Таким образом, мы имеем довольно-таки неплохую машину, новую абсолютно, для бонового магазина. Также в файлах игры найдено упоминание такого танка, как Кировец-1, что, в общем-то, у него стоимость в бонах около 7 тысяч бонн. То есть, данный танк, кто и вдруг не помнит, это советский танк, который раньше, в общем-то, разработчики хотели добавить в игру, но так и не добавили. Насчет танка Т-42, тут, собственно, не сказано, что он будет продаваться за боны, но, тем не менее, в общем-то, он тоже, как бы, в списке, так скажем, его находится, но вот это уже больше его такое вот мнение, что, может быть, и этот танк. Но в коде игры пока что на данный момент этот танк не содержится, ну, в плане именно того, то есть, непонятно, за что конкретно его готовят, то есть, тут практически информации по этому танку нет. Ну, просто говорю, чтобы было более-менее понятно. То есть, он может быть и за боновый магазин, и за марафон, и в коробке его могут добавить. И тут вообще, как бы, пока что на данный момент нету инфы. Интересную информацию, собственно, этот игрок нашел в файлах про Waffle E100. На данный момент, собственно, данная машина готовится как именно какой-то, в общем-то, сюрприз на Новый год. Ну, там, конечно, не сказано, что это будет за боны, но, в общем, как-то Happy New Year 2021, вот так вот сказано про данную, собственно, машину, что может означать, что Waffle E100 готовит как какой-то сюрприз, особый сюрприз на Новый год. Ну, в общем, довольно интересно. И насчет танка Объект 780, собственно, опять-таки, у этого танка есть приписка в файлах игры про 10 лет в World of Tanks. То есть, ну, уже не раз, собственно, информация про этот танк мелькала именно про 10 лет. Да и на самом танке, если присмотреться, можно увидеть 10 цифру, то есть 10 лет. Тут не совсем понятно, каким образом данный танк будет распространяться. Может быть, конечно, за бону, но маловероятно. Скорее всего, это будет какой-то ивент, связанный с 10-летием World of Tanks. Может быть, это будет Хэллоуин, я не знаю, специальный какой-нибудь там кошмарный стиль придумают. Хэллоуин, он тоже, на самом деле, давно в нашей игре, там полно режимов было под него, и как бы тоже является такой вот большой частью игры. И, в общем, кто знает, может быть, под него данный танк готовится. В общем, как вы можете видеть, информация крайне любопытная. Любопытная. Возможно, если еще что-то такое полезное найдется, на Reddit, в общем-то, приходится многое там читать, там иногда реально что-то интересное пишут американские или европейские, в общем-то, там игроки. Действительно, информация весьма любопытная. Есть о чем задуматься. И зачастую она прям исходится с тем, что разработчики и добавляют в игру. Ну, конечно, бывают и промахи серьезные. Тут никуда. На этом все, друзья. Спасибо, что смотрели. Удачи вам.